Добрый вечер! В прямом эфире новости на канале Prime. Веду их я Ирина Бабусенко. И сейчас коротко о главных событиях этого дня. Субтитры предоставил DimaTorzok Россия и Украина обменялись пленными по формуле 35 на 35. Среди переданных Украине 24 моряка, задержанных при попытке проплыть по Керченскому проливу и режиссер Сенцов. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я только хотел предупредить господина Филиппа, что эти аплодисменты хорошие, но и коварные. Павел Филипп был единственным кандидатом на пост председателя ДПМ. Около 700 делегатов, приехавших со всех районов страны, единогласно избрали его лидером. В Демократической партии важно занимать должность члена команды Демократической партии. И не важно, министр ты или премьер-министр, депутат, мэр или советник. В отчете о своей деятельности председатель ДПМ раскритиковал нынешнюю власть и отметил, что характерной чертой альянса по СРМ ОКОМ является лицемерие, поскольку, несмотря на обещания обеспечить людям лучшую жизнь, единственное, чем они занимались последние три месяца, это сведение счетов с оппонентами. У нас гибридная, противоестественная власть, задуманная и реализованная в лабораториях импортной политики, которую привели к власти ночью посланники извне. ДПМ есть чем гордиться, заявил Филипп, в частности, проектами «Хорошие дороги», «Примакаса» или «Доктор для тебя». В настоящее время мы представляем собой единственную силу, способную мобилизовать граждан, чтобы вернуть народу суверенитет. Мы единственные, кто может выполнить эту задачу – вернуть страну. На нашей стороне правда – оружие, которое непобедимо. В добрый час. Демократическая партия – это единственная альтернатива, способная дать стране и гражданам результат. Мы каждый день должны доказывать делами это, выдвигать идеи, предложения. На втором чрезвычайном конгрессе партии, который прошел во Дворце Республики, принимали участие гости из-за рубежа, которые выразили уверенность в том, что ДПМ – это партия, которая всегда будет думать о народе. Как я уже говорил ранее, ваша политическая программа произвела на меня впечатление. У вас правильная, разумная идея о том, как решить проблемы, с которыми сталкиваются общества. Я также уверен в том, что если вы будете следовать написанному здесь лозунгу, вы добьетесь успеха и вновь обретете силу в молдавском обществе. Дела, а не слова. Председатель территориальной организации ДПМ Бричанского района Михаил Гнатюк поднялся на сцену с тремя метлами, которые сделали народные мастера из села Старые Каракушены. И вот зачем. В селе Старые Каракушены Бричанского района ежегодно выращивают 3 миллиона метелок. Хватит всем демократам, от родившихся до тех, которые в зале, для того, чтобы в один момент вымести из нашей страны всю порчу, которую навели на нас. На Конгрессе проголосовали за состав нового национального политического совета, а генеральным секретарем стал Александр Жуздан. В ближайшее время ДПМ выберет и вице-председателей. ДПМ отказалась от должности первого вице-председателя. В финале около 700 участников единогласно проголосовали за политическую декларацию, согласно которой демократы выражают обеспокоенность политикой нынешней власти, которая идет вразрез с интересами страны. Отметим воскресенье в ток-шоу «Реплика» с Алексеем Лунгу. На нашем канале участие примет новый председатель ДПМ Павел Филипп. Программа начнется в 19.20. Не пропустите. Оклад бывшего советника президента Руслана Флоча, который он получил за 7 месяцев текущего года, почти в 10 раз превышает минимальную заработную плату по стране. Декларация об имуществе нового руководителя НЦБК представлена была 31 июля, когда он вступил в должность. Флоча указал, что в этом году он получил в подарок 24 сельхозучастка. Все они были зарегистрированы на его имя за день. В декларации об имуществе Флоча указал, что с начала года по 31 июля он в качестве сотрудника аппарата президента получал зарплату в размере более 185 тысяч леев. В месяц это по 26 тысяч. При этом минимальная заработная плата по стране составляет 2775 леев. За время работы советником президента Флоча получил также несколько щедрых подарков. Так, к пасхальным праздникам он получил в дар 24 участка земли. За первые семь месяцев этого года через принадлежащую ему компанию он получил дивиденды в размере 49 тысяч леев. В декларации об имуществе также указано, что он владеет домом площадью 160 квадратных метров, кому не череску. Правда, по оценкам экспертов, стоит такой дом более 2,5 миллионов. Собственностью у бывшего президентского советника квартиры в 29 квадратных метров, два земельных участка под застройку, один сельхозучасток и автомобиль 2016 года выпуска. Напомним, Руслан Флоча был назначен директором НЦБК 31 июля. Конкурс был организован парламентской комиссией по правам, назначениям и иммунитету. Ранее он занимал пост генсекретаря аппарата президента и советника Зинаиды Гречаны, когда она была премьером. Новый глава антикоррупционного ведомства является соседом сына Зинаиды Гречаны. После его назначения многие политики, а также представители гражданского общества заявили, что Национальный центр по борьбе с коррупцией оказался в подчинении Игоря Дадона. В этом контексте Майя Санду признала, что намерение деполитизировать НЦБК провалилось, хотя официально конкурс и проводился открыто. Измученные зловонием жители столицы вышли на протест к зданию мэрии, требуя решить, наконец, проблему. С собой принесли надувной бассейн, который заполнили водой из реки Бык. Никто из представителей власти не вышел к протестующим. К зданию городской администрации пришли сегодня не только те, кто проживает в непосредственной близости от реки Бык, но и те, кого проблема экологии всерьез беспокоит. Я приехала, потому что мы хотим чистый воздух, хотим нормально дышать. Мы устали носить маски. Если те, кто наверху чувствует себя комфортно, в Кишиневе, и им хорошо дышится, то нам дышать тяжело. Жаль, что мы оказались в таком плачевном положении. Мы очень хотим, чтобы там, наверху, нас услышали. Я хочу прожить долгую жизнь, а для этого мне нужен чистый воздух и чистая вода. Я очень недовольна тем, что происходит с рекой Бык. Это ведь отражение нашего сознания. И это просто-напросто стыдно, что мы, цивилизованные люди, которые создают ракеты и отправляют их на Луну, не можем решить такую проблему. На протест вышла и бывший директор АПКанал Кишинео. Вероника Херца уверена, власти пытаются замять вопрос. С момента, когда все узнали, что в городе воняет, давайте называть вещи своими именами, представители АПКанал и мэри первоначально утверждали, что вони нет. Или у нас разное обоняние, или деньги пахнут по-разному. Обо всем том, что незаконно попало в очистную станцию, было известно с середины июля. Об этом знали представители АПКанал и экологическая инспекция. Между тем, к протестующим никто из представителей городской администрации не вышел. Это говорит о безразличии. Хоть бы вышли к людям, не очень жаль, что им нет дела до проблем жителей столицы. Организатор протеста намерен привлечь виновных к ответственности и обратиться в судебные инстанции. Десятки лет в реку Бык сбрасывают всякую грязь. Кто защищает интересы этой реки? Река – это часть всех нас, нашей экосистемы. Мы ее загрязнили, превратили в канализацию. Как такое возможно? Мы пойдем в суд, соберем подписи и заставим их. Раз вы нагадили, пусть будет, как в школе. Сделал – приди и убери. В течение нескольких недель столица задыхается от ужасного запаха, исходящего от очистной станции. Представители АПК «Кишинео» заявили, что виновны якобы два хозяйствующих субъекта, которые сбрасывают отходы. Предприниматели отрицают этот факт. Генеральная прокуратура возбудила два уголовных дела. В то же время агентство по окружающей среде опубликовало результаты проб, взятых с очистной станции, которые вызывают тревогу. Например, бытовой химии там выше допустимой нормы почти в 50 раз. А содержание аммиачного азота – в 43 раза. Наш коллега-журналист Олег Косых выпустил сборник произведений болгарских авторов из четырех стран. Что вошло в книгу и как возникла идея об этом через несколько минут. Россия и Украина обменялись пленными. Обмен прошел по формуле 35 на 35. Среди переданных Украине 24 моряка, задержанных при попытке проплыть по Керченскому проливу и режиссер «Сенцов». В числе прилетевших в Россию журналист Кирилл Вышинский, и также Владимир Цемах. Президент Украины Владимир Зеленский был первым, кто встретил освобожденных украинцев. Родственники с нетерпением ждали возможности наконец обнять вернувшихся из заключения в России. Без слез не обошлось. Произошедший обмен – самая масштабная передача России и Украины удерживаемых лиц за последние годы. Он стал возможен после избрания президентом Владимира Зеленского. Во время предвыборной кампании одним из главных своих приоритетов он назвал освобождение украинских моряков. С его предшественником Петром Порошенко, российский президент Владимир Путин, общаться отказывался. Он не ответил на звонок Порошенко сразу после задержания моряков в Керченском проливе. Зеленским Путин напротив телефонный контакт поддерживал. Нарушил правила дорожного движения, но нарушение незначительное, тогда штрафы вы сможете избежать. Соответствующее изменение закона вступает в силу завтрашнего дня. Теперь, если ущерб при ДТП не превысил 10 тысяч леев, то автовладельцы смогут ограничиться простой констатацией инцидента. По мнению патрульных новшеств, призвано облегчить процедуру регистрации дорожных происшествий. Так выглядит мировое соглашение о возмещении ущерба. Это лист формата А4. Одна сторона заполняется, на другой стороне рекомендация о его правильном заполнении. Процедура составления мирового соглашения о возмещении ущерба доступна только водителям, у которых есть ОСАГО. Формуляр можно получить в офисе, где была оформлена страховка. Такое соглашение могут составить только два водителя, попавших в ДТП. Материальный ущерб не должен превышать 10 тысяч леев. Один из водителей должен добровольно взять вину на себя. Об этом делается соответствующая пометка в формуляре. Второй водитель в течение двух дней должен представить формуляр в страховую компанию, где водитель, признавший свою вину, оформил страховку. В целом, изменение процедуры существенно облегчит и ускорит процесс разрешения конфликта, возникающего в случае ДТП. По данным полиции, раньше процесс составления протокола мог тянуться и полдня. Некоторые самостоятельно добирались в полицию, где составлялся протокол, к которому прилагали все необходимые документы. Виновный получал штраф, наказание за правонарушение и еще штрафные пункты. В случае мирового соглашения о добровольном возмещении ущерба, виновный избегает всех этих санкций. Большинству водителей нововведения кажутся логичными и полезными. В городе случается много ДТП, экипажа не успевает на все места аварии. Думаю, теперь будет проще. Если полиции будет проще, то и нам будет легче ее дождаться. Это позволит избежать потери времени. Мы сможем договориться прямо на месте аварии. Изменения в закон были опубликованы в официальном мониторе 8 марта. По регламенту они вступают в силу через 6 месяцев после публикации, то есть 8 сентября. Ежемесячно в столице происходит около 900 незначительных ДТП. По данным статистики, государственной информационно-автоматизированной системы за прошлый год было рассмотрено более 8600 протоколов. В 60% случаев ущерб не превышал 10 тысяч леев. Американский кинематограф, американская музыка и, конечно, еда. Минувшим вечером в Центральном парке встречали всех, кто хотел приобщиться к культуре США, узнать для себя что-то новое. Организатор посольства США. Не Америки будут проходить в течение двух недель, в том числе Террасполе, Камрати, Таракли и Бельцах. Я очень рад, потому что я большой поклонник Америке. Мне очень нравится, особенно каска, но когда я двигаю головой, она мне кажется очень тяжелой. Людмила Чубида, уроженка нашей страны, но вот уже 4 года проживает в Америке. Общего между нами много, но много и различий, говорит Людмила. Общение – это отличает американцев от молдаван, скажем так, свобода общения. За угощением гостям пришлось простоять очередь. Были там и граждане Америки, которые соскучились по привычной еде. Да, мы очень скучаем, нам не хватает нашей американской еды, нам не хватает американской пиццы. Мы попытались приготовить ее дома, она очень отличается от пиццы в Молдове. Самые энергичные включились в игры – и бейсбол, и американский футбол. Если говорить об игровых моментах, нужно быть очень внимательным. Это похоже на шахматы, только отличается подвижностью движения. Нужно быть внимательным к тому, какие схемы тебе назначает коллега, и их необходимо выполнить. Посол США Дерек Хоган гостей приветствовал на румынском языке. Организовав Дни Америки, мы планировали привезти в Молдову частичку Соединенных Штатов. Мы подготовили американскую еду, музыку, спорты, фильмы. После объявления независимости Молдовы и Соединенные Штаты много сделали для того, чтобы помочь Молдове в укреплении экономики, улучшении региональной безопасности, борьбе с коррупцией и повышении прозрачности и ответственности. Хорошо, что есть возможность узнать традиции других народов. Так мы развиваемся, больше познаем, и, конечно, это хорошо для детей. Я думаю, что такая информация будет им полезна. Организация такого мероприятия очень важна для нашей республики, и хорошо, что она проводится. Мы пришли сюда с детьми, чтобы узнать больше об американской культуре, посмотреть и узнать о проектах различных. Минувшим вечером открылся международный фестиваль оперы и балета Мария Биешу. Ценители классической музыки могли насладиться лирической трагедией итальянского композитора Винченцо Беллини-Норма. Опера написана по трагедии Луи Александра Сомме, французского писателя. Она выделяется на фоне многих произведений этого жанра своей необычной красотой и виртуозными сопрановыми ариями. В спектакле новые приглашенные, новые голоса, новые артисты. Это классическая постановка, а не современная интерпретация. Я старалась сделать так, чтобы сценическое действие было более живым. В опере, если два-три главных героя не умирают, это не опера. Солистка Диана Аксентия исполняла партию, которая когда-то пела Примадонна Мария Биешу. Задача ответственная и волнительная. За Диану очень волновалась ее мама и бабушка. Эта опера не была поставлена после кончины Марии Биешу. Она уже исполняла эту партию, но не у себя в стране. Я очень хотела увидеть ее здесь, на нашей сцене, увидеть на месте Марии Биешу, и чтобы она спела не хуже ее. Зрители остались в восторге от постановки. Я всегда жду музыки, сильных эмоций, чтобы все было хорошо. Отвлечься от обстановки, от дома, от работы, от всего, и получить удовольствие, постараться, чтобы это представление впало в душу. И я не понимаю музыки, но я надеюсь, что я получу очень большое удовольствие. Все может быть красивее из классиков. Мария Биешу – это для меня ангел. Андрея Батистини, главный режиссер фестиваля, гордится возможностью работать с нашими артистами. Я очень рад тому, что мы смогли снова поставить маскарад, который здесь ставили уже три раза. Мы отлично поработали с вашими артистами. Все замечательные с точки зрения вокала, с открытой душой и сердцем. К сожалению, у меня не было возможности увидеть Марии Биешу в молодости в этом спектакле. Но я надеюсь, что зрители будут сюда приходить. Это ведь особенное мероприятие. Фестиваль будет работать до 15 сентября, за исключением вторника, когда артисты сделают перерыв для репетиций. На общественных началах журналист телеканала Прайм-ТВ Олег Косых выпустил сборник произведений болгарских писателей из четырех стран. В книге, изданной ограниченным тиражом, стихи и проза свыше 60 авторов. Среди них не только болгары, но и молдаване и гагаузы. Народы, которые вот уже 200 лет мирно сосуществуют в колоритном буджаке. Полгода кропотливой работы свыше 60 авторов из Молдовы, Украины, России и Болгарии. И, наконец, стихи и проза, написанные на четырех языках. Все это уместилось в альманахе «Бессарабский гердан». Книгу тиражом всего в 300 экземпляров выпустил фонд «Болгарский дух», который основал журналист телеканала Прайм-ТВ Олег Косых. Кто был в южной части Молдовы, тот знает, что там через полосицы сел «Болгарская», «Молдавская», «Гагаузская». Вот точно так же построен и альманах. То есть произведения на всех языках. Мы считаем, что это действительно реальное богатство. Может быть, нефти, золота у нас нет, но вот такая особенность присутствует. Среди произведений, которые собрали во втором по счету альманахи, и несколько стихотворений совсем еще юных авторов. Все они учатся в старших классах Тараклийского лицея имени Ивана Вазова. Когда они увидели в книжке себя, конечно, это было море впечатлений. И это также, знаете, служит примером для молодежи, для одноклассников, для друзей, что вот он может гордиться. Родители могут гордиться этими детьми. И я как мама могу тоже гордиться, потому что моя дочка тоже напечатана в этом альманахе. Поэтому эмоции, конечно, море. Все, кто принимал участие в подготовке альманаха – от авторов и редакторов до фотографа и верстальщика – делали это бесплатно. Среди таких инициаторов числится и поэт Иван Оловацкий, который живет в Тараклии и больше 50 лет пишет стихи. Второй альманах, который в этом году, вдруг неожиданно наибольший интерес вызвало описание таких вещей, как свадьба. А какие-то воспоминания связаны с бытом именно. Издание сборника обошлось примерно в 10 тысяч леев. Деньги по чуть-чуть собирали всем миром. Часть средств переводили и за границей представители диаспоры. Были среди дарителей и просто отзывчивые люди, как, например, специалист в области образования Виктор Петей. Я сразу поверил, что это стоящее дело, что это хорошее дело, и решиться было совсем нетрудно. Тем более, что у меня еще есть любопытство по отношению ко всему, что происходит в Молдавии в целом и на юге в том числе. В ближайшее время вышедший в свет альманах можно будет скачать и прочитать в электронном формате. На этом у меня все. С вами была Ирина Бабусенко. Эти и другие новости вы найдете на нашем сайте. Хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин